Приехали домой с магазина ленты. На часах у нас 10 почти. На улице темно. Ну, Захар нашел свой творожок любимый, да, сыночек? Брюс вот с тобой здоровается. Съездили, называется, за детским питанием. Ну, мы погулять поехали просто. Так, что-то у нас тут из одежды наш папа взял себе, я не знаю, трико это, наверное, как назвать. А почему штаны? Это, наверное, как трико почти. Ну, дома он хочет ходить. На, бери, мерей. Это с ленты. А это я себе взяла майку. Самый большой размер из-за моих сисек. Да, и живот большой тоже. Фирма Санти какая-то. 52 размер, капец. 100% хлопок. Желтенькую мама взяла себе. Потом вот такой костюмчик. Это уже... Мне вот этот костюмчик понравился. Рисунок очень здоровский, смотрите, такой. Не знаю, мне очень понравился. Ну, для дома. Это 50-е. Зато будет свободно. И к ним идут такие шортики. Это набор. Набор, набор. Ой, блин, вот они классные. Захар тут вытянет. Хотя они не вытягиваются. Здорово, что не вытягиваются, потому что, значит, ребенок их не вытянет. Или я сама их не потеряю. Не, мне мой костюм вообще понравился. И резиночку. Резинка у меня как раз порвалась. Вот такая. Обычная резинка. Так, ну это пижама спать. Пижама или летом ходить, сейчас потеплеет. Захар нашел себе. Я взяла попробовать ему от Гербер. Этот. Нормально? Ну вот, видишь, самый раз, да? Ну да, чуть длинновато. Ну это, наверное, у тебя всегда так. Ой, господи, сяду. Два болгарских перца красных. Питание, питание, питание. Агуша, яблоко. Это все питание. Яблоко, персик. Даже не буду показывать. Вот так выложу, потому что... Ну а что, я на каждый предмет же не буду показывать, правильно? Первый раз взяла вот такое детское молоко с печеньем. Ну вот только потому, что с печеньем я обратила внимание, она от года. Я вот и обратила внимание. Думаю, возьмем Захарки попробовать. Так. Мне так нравится, что он тоже любит сумки разбирать. Он видит, что это его питание. Это его, он понимает, что это его все. Вот я тут ему творожки взяла. Все творожки ему где-то 7-8 месяцев едим. Да, мой зайчик. Вот такая. Ни разу не покупали. С железом и кальцем. Ему нравится очень... Как она называется? Пастила. Тема. Творог, биотворог. Мыло вот такое взяла. У нас сейчас мыло. Господи, я забыла, какая фирма. Это на запас, чтобы было. Чтобы не ездить больше в ленду, потому что мы там 5000 оставили сегодня. Гошмар, без денег остались. Это Брюса. Брюс, это твой корм. Это Захарочка. Питание. Питание, конечно, дорогое, что оно детское. Надо быстрее, Захарчик, чтобы ты вырос и кушал нашу общую еду. Другая вот, злаковая. Да, да. Надо, чтобы ты вырос и был храбрым мальчиком. Здоровым мальчиком. Мне захотелось винограда, видно. Это я черный мы выбрали. Можно было зеленый. Взяли черный. Вот так. Не знаю, может вообще папе ничего не достанется. Дальше вот такую упаковку Темы. Да? Тут еще, наверное, по-моему, есть еще. Вообще там отдельно я брала гречку с кроликом, по-моему. Все, питание твое закончилось. Потом недавно захотелось сок алоэ. Но в магазинах я не видела в наших, которые я хожу возле дома. В большой смысле упаковки. Маленькая невыгодна в общем. Вот эта одна в ленте стоит 150 с чем-то рублей. Так, брюсечка. Жвачка. Это маме. Надо сразу убрать, чтобы Захар ее не съел. Как в тот раз. И рыбка. Рыбка, рыбка, лосось. Ого, 470 рублей. Ты видел? Конечно, я видел. Я знала. А почему я видела, как 300 с чем-то? А ты знаешь, что она потекла? Дай мне, пожалуйста, что-нибудь. Тряпочку. Я вот не буду тебе снимать вон там бумажную. Все потекло, представляешь? Да потому что надо было еще, Антон, оторвать там пакетика 2 и этот, ну, самим замотать. Рыбку убери, пожалуйста, в морозилку. Пакетик достану, а то морозилку запачкает. Будь здоров, сынок. Потому что пол холодный, Захар, мы сидим, поэтому... Дальше. Мне так чаю захотелось. Давным-давно я искала, тоже не могла в наших маленьких магазинах, в том числе и Перекресток, найти безе. Зефир везде есть, а безе не везде. Так, это газеты на лоток, это туалетная бумага, лента. Ой, извините. Извините мне, жопа. Это, по-моему, вроде неплохая. Ну, вот поглядим. Зачем шоколадку к чаю взяли одну. Дальше творожок, это уже, господи, это же творожок. Эпика мне очень понравился. А йогурт, да. Йогурт, это взрослые эпика. Были по акции просто 35 рублей. По-моему, 35. Честно, после того, как у нас сумма такая вышла, что мне кажется, что нас накололи. Еще одно питание детское. Груша. Смесь взяла к чаю, тоже себе. Мне нравятся очень вот эти смеси. Цукаты, орешки. Это чай пить. Дальше вот такую взяла тыкву. Можно будет тоже куда-нибудь добавить. Нарезанную. Далее. Это у нас индейка. Филе грудки индейка. Сколько здесь? 625 грамм. Дальше наклейки. Далее. Все равно участвовать. Не, не будем там пастельное белье дорогое. Сенс один. Щетка я выбрала такую. Это моя ухайдокалась. Вот эту я выбрала. И зубная паста президент. Натуральная зубная паста. Вот эту выбрали тоже. Шалфей, биокальций, тимьян и хиноцеев, калибр, ромашка, масло, чайного дерева. Дальше. А дальше. Вот это вот разыгрывается. Ой, дорого. Подушка 700 рублей. Но она и так, я не знаю, мне кажется, столько и стоит. Постельное белье, конечно, красивое. Но ладно. Так, в общем, у нас вот эта лента в этот раз вышла. Ой, одно расстройство. На 4 785 рублей. Называется «Съездили за детским питанием». Сейчас будем... Потому что уже поздно. Мы зашли в этот... Там же в ленте. Называется «Сабвей», по-моему. Чай попьем. Как они? Ну, с этими, как... С хот-догами. Я ходила на чистку зубов. Первый раз в жизни. Там снимать не стала. Ну, так получилось, что я пришла в притыки. Хотя там так красиво было. Рыбки, то есть все. Общего наркоза в клинике нет. В общем, единственное, анестетик, который мне меньше всего показал аллергическую пробу. Брали, а не брать отказываются делать мне. То есть, потому что... И говорят, идите в государственную поликлинику и так далее, короче. Так, купила себе шапку. Показываю вам. Страза, блин. Ну, она такая, знаете, как будто уже на зиму. Она сейчас потеплела. Вот это я буду снимать. Я сниму вот это. В принципе, я себе хотела шапочку а-ля киска. Это отрежем кисочку. Еще цветы с 8 марта стоят. Так, что у меня тут? Купила себе вот такой лактоцит. У меня закончился, знаете, какой? Закончился. Сейчас я возьму. Темно здесь. Как хорошо. Сейчас я как раз его выкину. Кто-то говорит, что, а, типа, вот я гинеколог. И можно якобы мыть гелями для душа. Типа, все там то же самое. Что особенного? Так, это трата денег. Ну, знаете, я не согласна. Я не... Конечно, если совсем уже не будет хватать денег, то я не буду. Покупать, потому что у меня их не будет, да, лишних. А тут я просто стараюсь все-таки. Ну, у меня, знаете, вот я совсем она закончилась, вот это средство. Я туда налила воды. И неделю пользовалась вот так. И мне даже кажется, что вода же, но все равно, мне кажется, с бактериями. Не знаю, с бодкраной. Я не знаю, короче. Мне кажется, так не стоит было делать. Потому что она закончилась. И я вот неделю ничего. У меня не было лишних денег на меня. На зарплату, даже не зарплату, так скажем, аванс, да. Муж еще не получил, мы не было денег. И ничего, я вот ждала, да, себе. Мне нужно еще на чистку зубов исходила. Надо понять, что я отдала за это, да, 3 500. И это уже деньги, потому что... Да не будем мы про эти деньги, потому что это вам никому не интересно, когда жалуются и так далее. Мне, кстати, посоветовали. Катя, напиши номер карты, потому что ты отказываешься от посылок. И номер карты будет нам, тоже нам легче будет отправить денежку. Помочь гуманитарной помощью. В общем, тот, кто хочет. И даже какие-то донаты включают, знаю. Ну, для доната у меня еще не столько много подписчиков, чтобы включать донат. У меня про это спрашивали. Про донат точно нет. Про карту не знаю. Мне кажется, это уж так не очень красиво. Но, может быть, попробовать. В общем, вот это средство стоит 296 рублей. Молочная кислота и тимьян. Значит, вот это у меня закончилось. Дорогое средство. Я на него, помню, копила. Точнее, даже мужа выпросила как подарок. Пожалуйста, говорю, пожалуйста, я хочу его попробовать. Он с корнем солодки. Совсем чуть-чуть надо выдавливать. И его хватает надолго. Ну, а себе я на этот раз взяла с антибактериальным. С тимьяном, с кислотой. Ой, кошмар. Укусила сосиску в тесте. Больно так есть. Жевать на... Уже прошел час. Даже полтора часа от... Отчистки сбок. Десна распанаханы. Капец. Сказала, зубную щетку поменять. Купила. Видно, щетку. Обычную. Захаркина зубная паста. На 8 марта подарили мне. Мы чистим. Я его приучаю. Он чистит. Вот она, от нее упаковка. Так она выглядела. Точнее, я его сейчас вам покажу. Вот он, этот набор. Я же не показывала подарки на 8 марта. Президент здесь. Президент я вам показала сейчас. То, что в ленте купили. Значит, такие были две салфетки. Одной салфеткой я чистила холодильник, который к нам приехал. Вот. Это офигенные салфетки. Те, кто не пользовался, попробуйте их. Это супер салфетки. Эффективное удаление свежих пятен, загрязнений, содержит обивки мебели. Это супер салфетки. Дальше. Себе. Давно хотела. Гель-спрей для полустирта с пребиотиками. Вот. Я его хотела давно попробовать. Инулин мощный пребиотик, магнолия, триголоза, дисахарид. И кислота. Это спрей. Я его давно хотела себе попробовать. У меня что такое? В виде спрея сделала. Вот такой фарма. Следующая вот такая вот штука. Ой-ой-ой. Вот такая вот штука. Универсальный жидкий пятновыводитель. Удобно, эффективно. Тоже как бы всегда нужен, потому что Захар, тем более сейчас Захар начнет гулять. Кто его знает, как он будет гулять? У меня был карандаш от Файберлик. И он у меня этот как-то намочился. Я его под раковину держала, он намочился у меня и что? И растаял весь. Кстати, вот как я сделала у Захарки. Вот эту поставила. Вот это зубки мы ему чистим. Я ему чушу. И вот такие вот эти шкафчики. Такие мелкие там всякие лежат капли. Все, Захарчик, отходи, сынок, мама. На, забирай коробку и отходи давай. Можешь забрать, на. Она закрыта. Можно ее поиграть с ней. Еще мне подарили. Вот холодильник стоит наш старый. Еще мне подарили вот эту книгу. Ментамины и минералы. На 8 марта. Елена Шапаренко. Автор. Книга такая красочная. Очень красивая. Видите, как энциклопедия. В этом плане она супер, конечно. Мне вот понравились вот эти апельсины. Что надо есть, да, чтобы витамины попадали в организм. Ну, как показывает практика, что мы это все. Следует, помню, что БАДы не могут заменить лекарства. Они не предназначены для лечения заболеваний. Это логично, это знают почти все. Но биологически активные добавки, например, с витаминами или с какими-то там травками, их принимать можно. Отчасти даже нужно, но не часто. Раз в полгода, раз в год, в принципе, достаточно. Вот такая книжка. Пока у меня на нее времени нет, Захарка не дает.